Я очень был удивлён, когда читаю некоторых святых отцов. А вот вчера так нечаянно открыл книгу, книгу «Цветник священного инока Дорофея». Это просто, я говорю, ну, последнее. И вы знаете, чем я был удивлён? Это постоянным повторением, настойчивым призывом, призывом, напоминанием, убеждением читать. Читать. Читать кого? Читать, действительно, тех людей, слово которых поистине было словом благодатным. Читать. Вот если вы откроете эту книжицу «Цветник священного инока Дорофея», то первая же его глава, ну, главка, там небольшие, первая его глава целиком посвящена этому вопросу. И какие же только восхваления он не высылает чтению. Он говорит, что чтение святых отцов, называет он так, «священного писания». Кстати, скажу вам, что все отцы всегда называли священным писанием, не подумайте только Библию, ничего подобного. Святоотеческие творения, они прямо относили к этому же разряду. По какой причине? Потому что и то, и другое написано под действием Духа Божьего. Когда тот же священный инок Дорофей призывает к чтению, то призывает к какому чтению? Если возьмете, почитаете, то вы увидите, что к чтению не столько, и даже он совсем не упоминает, опусов чисто богословских, какие-то там дискуссии с орианами, монофизитами, не с орианами и так далее. Их очень много. Это было отражение той эпохи, это была борьба за православие, это всё истинно. Это всё правильно. Но все эти вещи, вся эта борьба, всё это богословие, оно, знаете, чем характеризуется? То, что выражается хорошим латинским изречением – «адгоменным». К человеку. Лучше сказать – к данному моменту. И вот то, о чём хорошо говорит в данный момент, то будет странно говорить в какой-то другой момент. Спросить – а почему? Ну, почему мы говорим об орианстве, например? Сейчас начнём с вами всё изучать, подробно всё. Вы скажете – а что, ориан много? Где святые отцы, когда говорили о чтении? Тоже Исаак Силин. Знаете, какие замечательные высказывания? Я вот ничего просто не стал брать в надежде на то, что вы это знаете. И просто я вам напоминаю. Так, когда они говорят о чтении, то они преимущественно и главным образом говорят о чтении святоотеческой духовной литературы. Или, иначе, как иногда говорят, аскетической литературы. Я бы сказал – духовной литературы. Оставим уж слово сейчас – аскеза. Духовной литературы. Какие эпитеты действительно мы слышим в адрес такого чтения? Оказывается, это ставит человека перед его совестью. Вы подумайте, какие мысли. Верно. Чтение духовной литературы ставит человека перед его совестью. Точно. Напоминает ему. Ставит его перед лицом заповедей Божиих. Объясняет эти заповеди Божии. Это чтение литературы действует на человека, когда он читает с благоговением и вниманием. Так же, как действует искренняя молитва. Вы слышите? Действует как искренняя молитва. Мы, к сожалению, молиться не умеем. Об этом поговорим позднее. Так, чтение аскетической литературы согревает душу, согревает сердце. дает очень много, вы знаете, таких мыслей, ну, я думаю, что вы читали, такие идеи открывает, о которых, которые никогда даже не приходили в голову, и, наверное, бы никогда и не пришли. С разных сторон показывает, кто такой человек. Показывает действия страстей. Указывает на то, как действует добродетель на душу человека. Указывает признаки, признаки того, чего нужно бояться, к чему нужно стремиться, как нужно относиться к откровениям, видениям, снам, чудесам и так далее. Представьте, вот одна только такая мысль. Одна такая вот мысль, приведу в качестве вам ее иллюстрации, иллюстрации ее. Плачущий о грехах своих выше того, кто словом воскрешает мертвого. Попробуйте, скажите сейчас нашему народу. Тогда он скажет, вы что? Да нам плачущий о грехах совсем не нужен. А у кого воскрешает мертвого, дай сюда. А особенно, если исцеляет еще. Вот нам кто нужен. Целителей. А не плачущий о грехах. Отцы, что говорят. Вы только подумайте, какая потрясающая мысль, плачущий о грехах своих выше того, кто одним словом воскрешает мертвых. Никто-нибудь ведь, а даже Макарий Великий писал, я видел таких, которые усиленно подвязались, достигли получения разных даров, чудотворения, прозрения, и которые затем падали и погибали. Вот эти все дары, оказывается, ничто, когда они не стоят на почве смирения. Я просто привел вам маленькую одну иллюстрацию, как она замечательная. Мы сразу останавливаемся перед чем-то потрясающим, потому что хотим мы или не хотим, а мы же тот же народ, и мы заражаемся вот этим, я бы сказал, ну, прямо-таки, языческим исканием чудес, прозрений, откровений, видений, исцелений. И это, это ищем. То есть, чего ищем? Земных ценностей. Земных. Отцы говорят о другом. Все земное Господь готов дать. Вы слышите? Все дать. Любому человеку. Потому что он есть любовь. Вот еще одна действительно мысль. почему не дает? Почему же не дает? Он же любовь. Почему? По очень простой причине. Был человек, подняли его, лычку еще одну дали, и стал скотина. Бог любит нас, поэтому дает нам максимум того, что мы можем вынести без особого вреда для себя. Вы слышите? Все готов дать. Но учтите, все может быть и отнято. Не потому, что Бог мстит, совсем нет. Бог есть истинный врач. Для инопланетянина только было бы странным, вернее, понятно, когда врач делает операцию и режет скальпелем, то инопланетянину понятно. Да, этот голубчик насолил вот этому дяденьке в белом халате. Смотри, режет его. А этому, смотрите, дает всякие фрукты, свежий воздух, курорт, все блага. Ох, а этот угодил ему. Смешно? А подумайте, как мы делаем. Бог одних наказывает, а других награждает. Точно, как инопланетяне. Как будто никогда и христианство даже не видели, не слышали. Святые отцы пишут удивительную вещь. Бог никого не наказывает, никого не награждает. Он есть любовь и только любовь. И все, что делает, делает к нашему вечному благу. И насколько только это возможно для нас получить без вреда, дает и временное благо, и земное благо. Вы слышите? Насколько это только бы не погубило человека. Так вот, поступая в Академию, перед вами открывается, конечно, еще одна перспектива обучения, познания. Прежде всего, на что нужно обратить внимание? Прежде всего, на изучение святых отцов. Еще раз повторяю, не даже богословских сочинений. Потому что очень многие из них, они имели насущное значение для того конкретного времени. Но не для нашего. Ну, что сейчас мы будем говорить об иконоборстве сейчас? Изучать все эти детали, все, что было. Боже мой, кто как, кто кого. Ну, что? Ну, так, да. для компьютерной памяти и только. И только. Вы понимаете? Ну, что? Ну, все изучили, знаем, да, вот, было это и что дальше. Ну, что, иконоборцев мы видим вокруг себя? В православии, что ли, идет дискуссия, что ли, об этом? Нет же, конечно. Я вас, кстати, и предупреждаю, что очень много тем, вопросов и, увы, времени мы отводим на изучение тех вещей, которые сейчас не имеют никакой насущности. Никакой. Впечатление такое, что я – это компьютер, который надо вот зарядить туда, зарядить и туда, запихнуть информацию. А компьютер сколько туда не запихивать, он останется такой же железкой. Какой был железкой, такой останется. Представляете, вот интересно-то. Сколько туда не помещая информации, каким я был, таким остался. Человек отчасти подобен компьютеру. Отчасти. В каком смысле? Не в лучшем. Компьютер остается тем же. Мы же, когда получаем знания, нам абсолютно ненужные. Так? Мы свою душу захламляем. Она становится все менее способной к духовной жизни. Она становится менее способной к молитве. А без этого что проку от этого верующего богослова, который верит то, что да, есть Бог, да, был Христос. Верю, верю, верю. Верю. Всякому зверю даже ежу, а тебе погожу. Что проку от этой протестантской веры? Святые отцы открывают, и это открывается в чтении, что, оказывается, нужно изучать то, что необходимо. Тебе необходимо вот для жизни. Когда вы отправляетесь в поход по какой-то местности, вам нужно туда пройти, вы не знаете, с рюкзаками, так? Допустим, по Архангельской области. Вы начнете изучать, так, а как там на Аляске интересно стоят дела? Вам скажут, что? И покажут, вам некий знак дадут тогда этому человеку. Да, ясно. Вместо того, изучить Архангельскую губернию, так он в Аляску почему-то отправился изучать. Так вот, и здесь то же самое. Должны быть, как говорят сейчас, приоритеты. Первое, самое важное, это чтение духовной, святоотеческой литературы. Самое важное, я вам скажу. Скажите, что читать? Ну, вы знаете, во-первых, у каждого человека есть некие свои особенности, которые его гораздо больше его, ну, как-то соединяют с каким-то святым отцом, нежели с другим. Но, тем не менее, есть вещи, есть вещи, которые обязательно для чтения всем. Такие, как Ава Дорофей, например, Ян Лесвичник. Даже, назову вам, сложные, кажется, вещи. Исаак, Сирин. Но оставим сложные. Там достаточно несложного и понятного. Дай Бог питаться этим. Вообще, отцов добротолюбия. Но должен тут сделать еще маленькое замечание. Этих отцов добротолюбия великолепно переложил применительно к нашему времени, вы слышите, к силам современного человека, лучше сказать, не к силам, а к бессилию современного человека, свидетелей Игнатия Вринчанинова. Его бы надо просто каждому иметь себе. Иметь. Но иметь не в том смысле, чтобы поставить в хорошем переплете на полку, а иметь для постоянного чтения. Игнатий Вринчанинов именно велик тем, что он великолепнейший знаток святотельских творений, сам уже в 15 лет знавший древнегреческий язык и латинский, сам пользующийся подчас без каких-либо переводов святыми отцами, он переложил, буквально переложил, перевел, если хотите, перевел отцов с эпохи древней на эпоху нашу, эпоху мирскую, обмерщенную, эпоху безразличия, эпоху потрясающей слабости душ человеческих. Раньше были сильные люди. Вы почитайте, как они подвязались? Это что-то невероятное, просто удивительно, но это факт. Сейчас мы малейшего не можем сделать. во время пустой лекции какого-нибудь профессора Росикова не можем хоть несколько раз от души сказать молитву Иисусу, чем слушать там какую-то ерунду. Кто мешает на лекции? Правда? Надо поставить себе задачи. Задачи надо поставить себе. Как можно чаще обращаться к Богу. Мы же верим Богу или не верим? Святые отцы ставят нас со всей силой перед этим вопросом. Веришь ли ты, человек, Богу или только языком умелишь? Если веришь, почему же тогда ты не молишься, интересно? Молитва и есть та связь религио по-латыни и есть та связь, которая соединяет человека с Богом. Вступим в Академию, друзья мои, мы должны обратить на это самое большое внимание. Я вам скажу, что еще просто назову две-три книги и поговорим об этом. Я бы очень вам советовал приобрести письма Валаамского старца. Просто, доступно и необыкновенно глубоко и сильно говорит он о вопросах духовной жизни. Игумен Никон Воробьев – это как два брата. Игумен Никон Воробьев и Валаамский Иоанн. Буквально как два брата. Только Валаамский был малообразованным человеком, а Игумен Никон высокообразованным человеком. Пишут одно и то же. Они чем интересны? Один скончался в 1956 году в Алаамске. Игумен Никон в 1963 году. Вот они они, прям вот они. Они буквально вот это ученики святителя Игнатия Вринчанинова. Они передали этот дух. Они эти идеи. Друзья мои, если вы хотите, чтобы Академия стала для вас не пустышкой, не пустым провождением времени, не пустой загрузкой мозгов, как компьютер, а хотите, чтобы это стало временем какого-то хоть маленького духовного опыта, имейте эти книги и читайте в день хотя бы одну-две страницы. Согревайте хоть немножко душу. Чтение подобного рода литература согревает душу и равносильно молитве верно, действует как хорошая молитва. действует а так